Сейчас у нас начало апреля 2022 года. Вот это вот пирс на речном вокзале. Я пытался рукой дотянуться до этих железяк, где видна отметка уровня воды. У меня не получилось. Стояло на самом нижнем камушке. А это значит, что уровень воды упал точно больше, чем на 3,5 метра. А весной 2013 года вода доходила. Вот видите, разрыв в бетоне. Вот по той дальней части я до этого разрыва доходил. И там уже вода стояла, я шел по воде. А вот это все было дальше затоплено. То есть вода поднималась практически до нижнего основания фонаря. Вот этой декоративной накладки. Здесь еще метров, наверное, 5 по высоте. Вот такой вот низкий паводок, или как это правильно называется. Низкое падение воды весной 2022 года. Место впадения реки Тверца в Волгу. Смотрите, как низко упала вода. И опять причал речного только со стороны Тверцы. Можно ходить вдоль пирса по всей длине. Вот такой вот уровень воды в этом году. Деревянная опалубка, в основании которой идет насыпь первоначальная. И дальше уже забивали вот эти сваи металлические, заливали бетон. Вот еще деревянное основание. Очень интересно. И там сразу глубоко-глубоко, там сразу обрыв. Я не вижу дна, но там точно больше метра глубины. Смотрите, докуда вода уходит. Больше трех метров падения воды. Скорее всего, вот это дно было видно только в момент постройки речного пирса. И вот эта опалубка, сваи. И круглые, и квадратные, всякие разные. Уникальные кадры. Река Тьмака. В районе гостиницы Волга. В районе Олимпа. Уровень воды полностью отсутствует. И опять у нас тут, как видите, нифига это не мост. А это основание опалубки под строительство опоры. Вот так вот низко падает вода. Посмотрите, какие высокие берега. Но здесь где-то метра два по ощущениям. Падение воды не больше. Теоретически, наверное, здесь можно даже вброд перейти. Теоретически, наверное, вброд перейти. Вот обошли мы все виды опалубки и пришли мы к этим столбушкам. По мнению некоторых историков, вот этому мосту больше тысячи лет. По мнению других историков, вот этим вот пенькам сто лет. Потому что здесь была верфь. Здесь стояли суда. И, соответственно, вот это вот все сохранилось. А по факту это в 60-70-е годы. Здесь все насыпали, отсыпали. Работали трактора, работала техника. И это вот годов 50-х, 60-х, 70-х советского времени. Вот такой вот уровень воды. Вот, по мнению тех же историков, это тоже мост, которому тоже миллион лет. Я думаю, вот так вот красиво здесь сделан. Видите, да? Соответственно, здесь был мост на тот берег. На том берегу мы тоже видим остатки такие же деревянные. Но они невидимые, но они тут есть. Вот типа здесь был древний мост. Как видите, это просто тут доски забиты. И все. Какое-то основание для поддержания этого сооружения. И здесь работала техника. Все это насыпалось, отсыпалось. Так что, делайте выводы сами, верите ли историкам.